Тут будет юмор. Я просто представляю, что у меня акции в портфолио лежат. Модерной компании акции Tesla XRP. Они так лежат, и тут приходит золото сидит рядом с ними. Привет, друзья, с вами я, Иран, и это видео из серии «Маркет наперед», где мы будем создавать портфель, учитывая кризисную ситуацию под названием «Война». Прошлый портфель, который я создавал, учитывал кризисную ситуацию под названием «Ковид». И очень важно, почему всегда будет кризисная ситуация, потому что она дает возможность напечатать огромное количество денег и купить все, что возможно. Делали богатские дела в контроле. Покупая все, получаешь контроль над всем. К примеру, во время кризиса с COVID-19 было напечатано примерно 9 миллионов долларов. И федерализер не только покупал вообще все, что было в Америке, но и покупал с помощью такого красивого слова, как «пенейлинг доллара». То есть, отправление доллара из Америки, из Федеральной резервы, ЕЦБ, и с помощью ЕЦБ покупок очень многих долей, многих компаний в Европе. Ну и был «пенейлинг» еще и в Японии. То есть, кризис дает две вещи. Первое – население в страхе. Когда человек в страхе, он не пользуется многими возможностями, потому что страх – это блокировка. Поэтому для меня очень важно учитывать, какая кризисная ситуация. Повторюсь, они всегда будут, эти кризисные ситуации, один за другим. Итак, прошлый портфель, который я делал, учитывая COVID-кризис, я поставил на то, что если, вот мы видим, что процентная ставка, о которой я говорил в прошлом видео, ниже, 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 еще ниже, и Фед печатает с триллионами за триллионами долларов, что произошло? Другие валюты росли, как швейцанский франк, который я держал долгую позицию, британский фунт к доллару. То есть, они росли, и доллар падал. И все остальные рынки, и все, что было, росло, потому что доллар падал. Об этом тоже я говорил в прошлом видео. Итак, эта кризисная ситуация отличается от COVID-19, потому что во время войны, всегда, и тысячи лет назад, и сейчас, сразу же становятся дорогими несколько классов активов. Какие антистрессовые, это правильное слово будет, антистрессовые активы не можем добавить в свой портфель? И, кстати, то же самое и делают банки, потому что банки понимают, что когда люди в страхе, и страх из-за войны, а во время войны, это первая еда, пшеница, кукуруза, вода, какие сбережения у людей? Люди все равно старые. У них золото, серебро. То есть, они будут идти на это, покупать это, хранить это. Кто знает, что будет. Чтобы у нас лучше была еда, и чтобы у нас было золото, чтобы как-то, если что, надо будет делать, у нас было сбережение. Поэтому, если банки вас делают венген, они знают, что вы будете покупать, они входят с огромнейшими долями в эти антистрессы активы. Поэтому в наш портфель добавляем металлы. золото, серебро. Кукуруза, пшеница. Добавляем еще. И почему добавляем? Потому что мы знаем, что это антистрессовые реактивы. И они будут дорожать. Тут один момент, почему я сегодня делаю видео и добавляю вот эти. Потому что я слежу за развитием войны. У меня таблица есть. И в этой таблице я добавляю просто каждый день новые блокировки, масштабные блокировки и новые ограничения касательно России. И смотря на все это, к примеру, сегодня, вчера, сегодня, было мастер-кармейт за пейпл. Поскольку блокировка только растет, я понимаю, что масштаб растет. И это, кажется, надолго. И если это надолго, значит, ситуация, в которой нужны антистрессовые активы, это обязательно становится уже. Так что добавляем металл, пшеницу, кукурузу. Идем дальше. Война что пользуется? Война больше всего. Это бензин, нефть. Поэтому сектор, энергий сектор, давайте скажем так. У нас есть ExxonMobil, Chevron, другие. Если война будет в России, их надобность продукта будет только расти. Так что добавляемый энергий сектор. Кроме энергий сектора, тут еще и специфичный. Если есть люди, которые в этом очень хорошо разбираются, то это, не знаю, как будет по-русски, но defense contract, то есть оборонные контракты, да. То есть компании, которые под контракт делают разные оружия для рынка правительств. То есть, к примеру, в Америке LKM, Lucky Morton, или же NOS, NLC, их акции довольно сильно приоросли. Но, вычитывая тот факт, что еще ничего не началось, а у них уже начинаются. Defense contract довольно большие контракты. Их ждет хорошая купе сейчас. Отмечу, я сам не, поскольку не силен в этой отрасли, не покупаю оборонные контракты. То есть компании, которые делают оборонные контракты. А что еще можно заработать? Что еще поставить в наш портфель, учитывая ситуацию война? Это банки, большие банки. Потому что в начале видео я сказал, что они давно сделали у нас всех деньги. Не знают, что мы будем делать, наше поведение. И они будут входить, входили, и будут еще входить более масштабно в антистрессовые активы. То есть, покупая их акции, их акции будут расти. Их акции будут покупать антистрессовые активы, будут делать очень хорошие трейды, из-за чего их акции будут расти. Плюс банки финансируют что? Войны финансируют банки. Любая война – это война банков. А какие-то черные банки Феда, как Джи Пи Морган, Болден Сакс и Банков Америка, будут точно в этом рынке успешными. Так что я поставляю в свой портфель еще и Джи Пи Морган, Болден Сакс и Банков Америка. Плюс криптовалюта. Если посмотреть, очень сильно рекламируется криптовалюта. Не только рекламируется, но я сам пользуюсь криптовалютой, чтобы сейчас платить своим работникам в России. То есть, если ситуация будет дешевле, не напрягаться. У меня тут список, я уже сказал, трипл, мастер-карт, виза. Все заблокировано. У нас в Ереване очень много россиян сейчас. Потому что разные работники, из разных многих сфер, которые не могут получить свои деньги там, пришли сюда. И с помощью своих друзей, карт своих друзей, хотят получить свои средства. И я поделал средства, кстати. Из Украины не делают переводы в Россию. А те, кто делали, россияне пользуются, некоторые компании пользуются моментом, что клянемся, они не делали перевод. И они получают деньги. Так вот, я пользуюсь криптовалютой, чтобы платить. Потому что не только очень сильно так со стороны рекламируется решение использования криптовалюты. Ну и в реальности я пользуюсь криптовалютой. Все другие, можете посмотреть на это, как поверхностное создание портфеля. Но могу вас заверить, что для создания правильного финансового портфеля, учитывая ситуацию, не надо быть ядерщиком. Абсолютно ядерным физиком. Нет. Потому что все ситуации повторяются одинаково. Нужно сделать портфель таким, чтобы он взял максимальную прибыль, исходя из этой ситуации. Если это война, значит, как была прошлая война. Что было самое плохое, что было самое неплохое. Вот то же самое будет здесь. Просто разными масштабами. И в конце, друзья, добавлю, чтобы, если хотел более подробно узнать, какие у меня акции, какие металлы, что находится в энергии секторе, какие криптовалюты конкретно я храню и почему. Каждая имеет... Вообще, все, что я храню, имеет максимальное объяснение, почему я это храню. И это меня не подвело. Я думаю, из-за того, что я готов себе ответить, почему я это подсказывал себя в портфель. Более подробно у меня в группе. Если интересует, пишите на почту, поставленную в описании. Спасибо. Заботьтесь друг о друге. Увидимся.